Надо-надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистам стыд и слам. Советы Майдадыра здесь должностная инструкция. Водные процедуры ежедневно проходит каждый автобус, выходящий в рейс. Частота машины на совесть ее водителя. Уборка начинается с салона, после и сам автобус принимает специальный душ. На все про все, вместе с салоном и снаружи, максимум 15 минут занимает. Самому приятно работать, когда у тебя автобус чистый. Во-вторых, конечно же, когда заходят пассажиры, я думаю, очень приятно, когда приезжают чисто, аккуратно автобусы, полностью вымыты, как внутри, так и снаружи. А вот на уборку и мойку одного трамвая уходит не меньше 40 минут. И труд этот тяжелый, признается Валентина Уренева. Больше 30 лет она работала водителем трамвая, теперь поддерживает в них чистоту. Вот сейчас нам дали хлорку, вот хлорку моем вагоны. Обеззараживал грипп, вот мы начинаем обеззараживать вот это вот все. Потом, значит, жвачку жуют, жвачку прикрепляют в сторону. Вот жвачку нам придется ножом отскапливать. Мойка процедуры для трамваев ежедневная. Однако раз в неделю перед техническим обслуживанием их ждет генеральная уборка. Вагоны прогоняются через моечную машину, плюс вручную домываются. И после постановки на обслуживание уборщицы вручную промывают с использованием моющих средств и техники салона. Если чистота муниципального транспорта нареканий почти не вызывает, то к коммерческим перевозкам вопросы есть. За ними, по указанию главы Самары Олега Фурсова, усилен контроль. Совместно с представителями ГИБДД сотрудники департамента участвуют в рейдах, где проверяется соблюдение правил пассажирских перевозок, а также частота подвижного состава. При обнаружении каких-то замечаний на водителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Повышенное внимание к санитарному состоянию общественного транспорта неспроста. Для городских служб уже началась подготовка к месячнику по благоустройству, который стартует 1 апреля. А на 22-е запланирован общегородской субботник. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.